Я хотел бы просто прокомментировать слова, но вы же говорите только всегда часть правды почему-то. Во-первых, во всем мире нет такой проблемы, как в Украине. У нас действительно карбамид на сегодня стоит 28 тысяч гривен. И это делает Днепр азот, Черкасский азот. В Туркмении цена на карбамид 280 долларов, например. То есть это в 4 раза ниже. Я вам скажу, чем закончится. Мы потеряем просто химическую промышленность, потому что наша власть почему-то не понимает, что Германия получает... По хвилине, Панова. Германия получает газ по 220 долларов. Венгры по 200 долларов. Белорусы по 128. Сербы по 200, даже Молдова по 400. А мы привязываемся к паритету ТТФ, который на сегодня 1700. Рецепт простой. Не надо пугать тут всех, что все подорожает. Надо заключать прямой контракт на поставку газа в Украине. И надо просто менять приоритеты. И если мы торгуем с Россией, а мы торгуем с Россией, мы покупаем ТВЛ, и я до сих пор не могу получить ответ. Ни от Ветренко, ни от Зеленского, ни от кого-то другого. Почему мы не можем покупать газ? Ведь вы говорите о сельском хозяйстве. А это касается абсолютно всех отраслей жизнедеятельности и производства основной корзины потребления. Хлеб вырос на 20%, вырастет дое. И мы никуда от этого не денемся. И это все проблема дорогих энергоресурсов. И инвесторов не будет никаких внешних. Потому что приходить в страну, которая неконкурентно способна по рабочей силе и по стоимости энергоресурсов, никто не будет. Просто мы останемся один на один. Мы действительно превратимся в аграрную страну.